«И зри, не на опасном ли я пути, и направ меня на путь вечный». Не правда ли? Хорошие слова, сказал Давид Господу. Давайте также мы обратимся к нашему Господу, помолимся Ему. Боже милостивый, Ты великий славен, Ты всемогущий, Ты Творец и Ты наш Отец. И это непостижимо для нас, Господи, но мы верим Твоему Слову. И мы надеемся на помощь Твою во всякое время. И сегодня мы особенно нуждаемся в Тебе проведении этого служения, в том, чтобы Ты сказал нам в сердце каждому те слова, которые так необходимы нам, и в том, чтобы мы сказали Тебе необходимые слова, потому что Ты видишь нас. И мы верим, что Ты, Господи, поможешь нам в том, чтобы это служение прославило Твое Святое Имя через слово, через молитвы, через пение. Мы также молим и просим Твое благословение тех, кто сегодня не могут быть с нами здесь, по самым разным причинам. Обратись и к ним, и скажи им сердцу, и к сердцу тоже необходимые слова. И чтобы в их сердцах нашлись те слова, которые так нужны Тебе. Услыши нас, Господи, мы просим Тебя в этом имя благослови, и пусть имя Твое будет прославлено и в этом утреннем служении. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Великий Бог, когда на Ты смотрю я, На все, что Ты создал рукой Творца, На всех существ, кого твой свет дару я, Питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой Друг Господь Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Тогда поет мой Друг Господь Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Когда весной природа расцветает, И слышу в дальней рощи слава глядь, И аромат долины грудь дыхает, И звук ласкает, звуки шум ручья. Тогда поет мой Друг Господь Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Тогда поет мой Друг Господь Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Когда я вижу ли Христа смиренный, Кто людям в мире, это был рабом. Как на кресте Он умер, Царь Вселенной, И на прощенье приобрел крестом. Когда поет мой Друг Господь Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Когда поет мой Друг Господь Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Когда Господь меня сам призывает, И светит луч сияния Его, Тогда мой Друг в смирении смолкает, Признав величие Бога Своего. Когда поет мой Друг Господь Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Когда поет мой Друг Господь Тебе, Как Ты вели, как Ты вели. Как Ты вели, наш Господь, Пусть со мной вели, наш Господь, Пусть все увидят, как вели. Наш Господь, сияешь Ты наш сам, Величие в своем пусть вся земля поет, Вся земля поет, Во свете ходишь Ты, В сетьму с собой затмит, От глаза Твоего Ты вели, как Ты вели, как Ты вели. Все увидят, как вели наш Господь. Он вечно сущий Бог, Он вели, как Ты вели, как Ты вели. Начало и конец, начало и конец. Он вели, как Ты вели, как Ты вели. Вели наш Господь, Пусть со мной вели, наш Господь, Пусть все увидят, как вели. Вели наш Господь, И превыше всех, Ты вели достоин всей плоды, Я буду петь, вели наш Господь. И ты выше всех, и достоин всей твовы, Я буду петь «Великий наш Господь!» Великий наш Господь, пой со мной, Великий наш Господь, пусть все увидят, Как велик наш Господь! Песня «Великий наш Господь» 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 Встанешь местом припаяшь, Ждем спасения, одеться, Чтоб могла приустоять. Свой Иисус, Идем на тенге, Идем на тенге, Богом Своем червем червом, Идем спасения веки ей. Укрепляйся Словом Божьим, И святильник свой зажги, Идем на тенге, Иисуса, И немедленно припаянье. Слово Иисус, Иисус, Идем на тенге, Идем на тенге, Богом Своем червем, Идем на тенге, Идем на тенге, Выходи Ему навстречу, Без слады Ему воскрай, И от царств и новом вечном Ты найдешь, как за покой. Скоро Иисус придет в свет, Идем на тенге, Идем на тенге, Идем на тенге, Богом Своем червем червем, Идем на тенге, Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 Ян тут открывает сущность, почему люди грешат? Если так остановимся, как вы думаете, если вы узнали, почему вы грешите, вам это поможет остановиться грешить? Ну я так подумаю, да, если я бы знал, почему я делаю то, что не хочу делать, как Павел говорит, то я сразу буду искать, как освободиться от этого греха. Потому что я знаю, он меня мучает внутри, да? И тут Иоанн открывает нам, смотрите, не любите мира, не то, что в мире. Окей, у меня проблема, я люблю то, что в мире, а как мне освободиться? Он говорит, кто любит мир, у кого привязанность есть, жертвенная привязанность к миру, в том нет чего? Любви очей. Ибо все, 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 что в мире есть, похоть плоти, приятно, Ева сказала, приятно для плоти. Второе, похоть очей, ну, приятно для глаза. И третье, гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. Тут Иоанн открывает нам, разбивает нам грех. Вы знаете, я всегда думал, что грех это начинается, когда ты смотришь куда-то. Я надеюсь, я не только один, который так думал. Что если я буду смотреть на то, что мне нельзя, тогда у меня появится желание, я пойду и совершу этот грех. А тут по-другому. Тут Иоанн говорит, что оно начинается с желанием. Зная, как оно чувствуется, как мне приятно, я захотел. Я пошел, смотрю, и когда посмотрел, я восхотел ее и почувствовал себя. Ну, я же могу, я человек, у меня свои права есть. Тут защищает государство права человека. Я могу делать, что хочу. И тут грех теперь по-другому. Ну, кто-то скажет, ну, забери телевизор с дому, или компьютер, и не будет тебя увлекать. Поверьте, если желание есть у человека, то он найдет, как еще. Ну, забери у него бутылку, забери у него сигареты, забери у него наркотик. Как вы думаете, в течение пару дней он найдет? Да. Почему? Потому что если он любит мир, то в нем нет любви отче. И я начал думать, почему человек грешит. Для чего Бог создал человека, братья и сестры? Для чего? Для общения. Что Адам делал с Богом перед тем, как согрешил? Общался. Ходил с Богом. Что мы желаем сегодня? Общения с Богом. Что нам нужно сегодня больше всего? У вас может быть богатство, тут миллионеры, вон, знаменитые там по телевизору, они кончают свою жизнь, потому что у них нету любви. У них деньги есть. У них деньги есть. Все пожертвовали, а любви нет. Человек, натурально, человек был создан так, чтобы искать общение с Богом, с Отцом. Детям моим не нужно подарки. Я могу им покупать, но им не нужно подарки. Я говорю, как, сыночек, ты хочешь, ты хочешь поехать с мамой купить там конфеты в магазине или побыть с папой? Ведь я хочу быть с папой. Он пожертвовал конфетой, чтобы быть с папой. И тут, тут есть истина, которую мы должны понять. Тут, братья и сестры, друзья, смотрите. Ибо все, что в мире, если мы идем в мир и искать то, что не найдем, там только похоть плоти, похоть от чей, гордость житейская. Любой грех, который у вас сегодня, вы можете поставить их в один из этих стадий. Или вы пожелали его, и вы еще не смотрите? Или вы пожелали, и теперь смотрите? Или вы пожелали, посмотрели, согрешили, почувствовали себя, ну, достигшим? Почему, Иоанн, почему? 17 стих. И мир проходит, и похоть его, а, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Человек ищет общение с Отцом. Человек начинает искать это в мире. И Иоанн говорит, там нету. Он только в Отце Небесном. Мы смотрим, что дьявол предложил ей хорошее для пищи, похоть плоти, приятное для глаз и вожделено, похоть от чей, и дает знание, гордость житейская. Но проблема в том, что они уже как боги. Она не увидела, что они уже совершенны без греха. Что Бог уже сделал их совершенными, иметь общение с Отцом. Они еще хотели быть как боги. Мир и то, что в мире, не есть от Отца. Если мы смотрим даже искушение Иисуса, это записано в Луки, 4 глава. Вы помните, когда искушал сатана Иисуса, что он ему предложил первое? Он сказал, если ты Сын Божий, сделай хлебы себе из камней. Потому что там написано, после 40 дней, когда посвелся Иисус, он залкал. Он захотел покушать, потому что человек, он человек, он Бог, он захотел покушать. А ему сатана сразу, ну на! Друзья, молодежь, братья, сестры, когда вы захотите что-то, Когда мы захотели что-то, я вам обещаю, что сатана появится, предложит вам свое. Тут он знал, что у Иисуса была миссия. Он знал, что Иисус захотел покушать и предлагает свое. На! Бери хлеб. А что Иисус ответил? Нет, сатана. Нет. Человек не будет жить только хлебом одним, Но каждым словом, исходящим из уст Господней. Он говорит, нет, сатана, нам не нужно только хлеб, нам нужно общение с Богом. Второе, он предложил им что? Посмотри. Вы помните? Посмотри на все царства земные. Они принадлежат мне. Я тебе дам славу эту. Смотри, тебе хочется? Поклонись мне, я тебе дам. Говорит, нет, сатана, отойди от меня. Ибо мы должны поклоняться Богу одному, и Ему только служи. Потом он испытывает его знания, самодостоинство, и он уже приводит Писание. Он говорит Иисусу, ну ты, вот возьми, мы стоим на кровле храма, ты же Сын Божий, ты кто-то, ты есть Бог. Бог, бросься с кровли храма, и ангелы тебя словят, ибо написано. Вы помните? Вот как сатана умеет Писание пользоваться против Бога. Ибо написано, и вырвал его с контекста, что тебя ангелы возьмут и понесут. И Иисус даже на это не согласился. Говорит, отойди от меня, сатана. И он отошел от него. И вот первый Адам, первый человек, упал в грех. Похоть отчей, похоть плоти и гордость житейская. Все три похоти предложено было Иисусу. И он чем ответил? Словом. Поэтому, смотря, мы как люди, и сейчас будем заканчивать, ищем общение с Богом. Мы ищем любовь Отца. И Он нам говорит, Иоанн, что в мире Его нет. А где оно? Где любовь Отца у нас, братья и сестры, молодежь? Где нам найти общение с Богом? Где нам поклониться Ему? Где нам служить Ему? Где нам принимать волю Его? Ибо те, исполняющие волю Отца Моего, те пребудут вовек, говорит Иоанн. В слове. В слове. А еще одну истину. Возьмем 1 Иоанна, 1 глава. Иван говорит Иоанна, 1 глава, помните? В начале было Слово. Слово было у Бога. И Слово было Бог. Потом мы читаем дальше, что Слово стало плоти. И пребывало с нами во всей полноты. И там написано, и благодати, и истины. И кто это? Кто пребывал с нами? Кто стал плоти и пребывал с нами? Христос, спасибо. И если Слово было сначала, и с этим Словом Бог создал мир, и это Слово воплотилось и стал человек, и этот человек был с нами, Иоанн говорил, он ходил между нами полностью с любовью и благодатью. Мы трогали это Слово, он говорит, и им мы побеждаем грех. Грех приходит, братья и сестры, с похотью. Он приходит, когда мы начинаем, пожелали, начинаем смотреть, открыли интернет или пошли, куда нам не надо было. Потом, когда мы посмотрели, мы начинали себя уговаривать, я тоже хочу быть как Бог. И мы падаем в грех. Но есть анекдот, воксин, скажем. Вы помните Псалом? Слово Твое я сокрыл в сердце своем. Для чего? Это 118 Псалом, 11 стих. 118, 11. Сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. Ну, так посмотрим. Если Иисус есть Слово, если Он есть Слово, которое воплотилось, где у нас выход от греха? Куда нам идти, когда грех нас терзает? Когда искушения приходят день за днем ко Христу. И Он говорит, если пребудете во мне, и Словом ее пребудет в вас, то будете иметь жизнь. Поэтому тема грехопадения, вы знаете, она для всех из нас. Для нас, для самого старшего, для самого младшего. Тот, кто дома сидит, тот, кто на работу ходит, тот, кто в учебных заведениях ходит. Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы не грешить пред Тобой. Давайте прочитаем последний этот стих, 17-й. 1 Иоанна, 2 глава, 17-й стих. И будем молиться. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Исполняющий волю Божью пребывает вовек. Иисус исполнял волю Божью и пребывает вовек. И 18-й стих. Дети. Последнее время. Аминь. Давайте будем молиться. Спасибо. 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 Слава Богу. 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 Помоги. Господь, Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Ты Слава Богу. 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 Спасите всех людей. Бог, Богов и Царь, Царей. Бог, Богов и Царь, Царей. Бог, Богов и Царь, Царей. Ты нужен мне больше, чем вчера. Ты нужен мне, не могут выразить слова. Ты нужен мне. Так как никогда ты нужен мне, ты нужен мне, ты нужен мне больше, чем вчера. Ты нужен мне, и могут выразить слова, ты нужен мне. Так как никогда ты нужен мне, ты нужен мне больше, чем я живу, больше, чем я пою, больше, чем сердце в стул, больше всего вокруг. И, Господь, никогда я не оставлю тебя, ты жизнь моя, ты свет мой, я люблю тебя. Больше, чем я живу, больше, чем я пою, больше, чем сердце в стул, больше всего вокруг. И, Господь, никогда я не оставлю тебя, ты жизнь моя, ты свет мой, я люблю тебя. Больше, чем я живу, больше, чем я пою, больше, чем сердце в стул, больше всего вокруг. И, Господь, никогда я не оставлю тебя, ты жизнь моя, ты свет мой, я люблю тебя. Ты нужен мне, ты нужен мне, ты нужен мне. Мир вам, братья и сестры. Сегодня тему Петр уже объявил о грехопадении. Вы знаете, мы сейчас живем в такое время, когда случаются по всей земле трагедии, катастрофы. И мы все это видим, и, как кто-то ощущает, кто-то переживает, кто-то молится, ну, везде трагедии. Ну, самая большая трагедия, как Петр уже прочитал, была в Эдемском саду, когда первые люди, не послушав Слово Божье, а послушав мнение сатаны, взяли и согрешили. Они пустили грех в свою жизнь, Господь предупреждал. И вот с этого момента все трагедии на земле и продолжаются. И мы живем и ощущаем их. Мне хотелось сегодня с вами поговорить об одном грехе. Мы не будем перечислять их все, но об одном грехе, который находится среди нас. Он живет во мне, Он живет в вас. Но, прежде всего, это грех, невидимый грех. Мы его не видим. Вот смотрим на человека, мы его не видим. Он внутри живет, это внутренний грех. Петр перечислил наружнее, когда человек идет куда-то, совершает, что-то делает, и люди видят. Но этот грех, его не видно, он внутренний грех. Это грех обида. Это грех обида. Мы можем и любим обижаться. Но, прежде всего, вы знаете, вот, это, я говорил, внутренний грех. Если смотреть, хочу привести вот такую параллель. Вот видимый грех, вот видимая, вот не грех, а возьмем, давайте так. Идешь по жизни ты, или где-то отдыхаешь, в горах там, или в лесу. Ты порезал ногу, ты видишь, что рана кровоточит. Ты думаешь, о, все, это рана. Но это рано можно победить. Есть несколько способов, как можно перевязать, как можно залечить, зашить, если она глубокая. Ее можно излечить и удалить. И она перестанет. Но есть и рана, которая внутренняя. Она может кровоточить, она может болеть, ее не видно. Мы только ощущаем и чувствуем, что-то внутри болит. Если мы не идем вовремя к врачу, она все накапливается, накапливается, она может лопнуть. Может быть, какая-то кровоточащая такая артерия, она лопается, и конец бывает хуже. Вот человек, человеку нужно, чтобы внутреннюю сторону заметить, ему нужен доктор. Ему нужно сделать операцию, чтобы найти эту рану. Залечить или удалить, или вырезать. И это проходит человек через всякие трудности, через всякие горечи, и получает потом уже удовлетворение, когда уходит эта боль. Внешнюю мы видим, внутреннюю нет. Вот так, братья и сестры, обида в нашей жизни, она прячется внутри нас. Мы, как христиане, мы такие лицемерные люди, поверьте, братья и сестры, лицемерные. Я прямо говорю, простите меня, но так оно и есть. Мы всегда вот приходим в церковь, ну что мы делаем? Улыбаемся, мы довольные такие. Мы приветствуемся, мы целуемся даже. Все хорошо, благоставляем друг друга. Ну а каждый внутри-то знает, что внутри у него. Я знаю, что у меня внутри, вы знаете, что у вас внутри. И как мы это делаем? С каким чувством мы это делаем? И это христианская проблема, братья и сестры, наша проблема. Потому что обида, это противоестественно христианству. Она противоестественна нашему Христу, которого мы учимся. У которого мы берем уроки и хотим быть похожими на него. Где Христос на кого-то обиделся в Священном Писании? Вы когда-нибудь читали или слышали? Христос не обижался ни на кого. Но христиане, это самые обидчивые люди. Самые обидчивые, поверьте. Кому-то приходилось наблюдать, как христианина на работе, например, берут и ругают начальника. Вызвал, вот вместе работаем, два христианина пришел к начальнику и ругают его. На чем свет стоит, покрывает его любыми матами или говорит про него угодно. А христиан стоит, ну что ему сказать? Что ему сказать? Ну начальник ругает. Поругал его, он выходит, обозвал его плохим словом, плюнул. Значит, ученик приходит, улыбается и работает дальше. Все нормально. Ну представьте, хотя бы вот эти 10%, что час назад говорил на него начальник, сказать ему вот здесь в церкви. Что будет, знаете? Хотя бы не 10%, а просто одно слово сказать этому же христианину. Ой, он схватится за сердце, он скажет, меня убили, меня ранили, тут все плохо, тут нет любви. Вот такой христианин. Лицемерный христианин. Но ты, знаете, вот у меня, например, есть многим кое-что сказать, но я, честно скажу, боюсь говорить. Подойти к брату или сестре сказать, знаешь, я про тебя думаю так и так. Он просто может уйти из церкви. Он идет из церкви или будет думать про меня, вот грубиян там, или вот хам какой-то, невоспитанный. Но обозовет меня тоже любыми словами, поэтому я боюсь. Я не знаю, может и вы боитесь подойти и сказать. Вот мы люди такие, мы такие люди, что мы обижаться любим. Когда христианин ничего нельзя ему сказать, то, знаете, вот почему у нас так бывает? Вот как вот выйти из такого положения, как выйти из такого тупика? И этого у нас не должно быть в христианстве. Потому что мы, читая Слово Божие, слушаем проповеди, этого не должно быть. Знаете почему? В Священном Писании больше всего говорится о чем? О жертве. Вот смотрите, есть жертвы, разные жертвы, разного смысла, понимания, подхода к этим жертвам. Можно их перечислить. Жертва благодарения, повинности. Есть жертвы ежемесячные, новомесячные, мирные жертвы, жертвы Иисуса Христа, жертвы хвалы, заместительные жертвы. Все Слово Писания, оно переполнено жертвами. И вот давайте мы сейчас прочитаем место Матфея, 5 глава, с 23 стиха. Итак, если ты принес дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, написано, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и потом приди и принеси дар твой. Оставь, пойди примирись, а потом дар принесать. Вы знаете, представьте себе, что мир, он говорит, что мир между братьями больше, чем жертва. Мне кажется, принеси жертву. Боже, я принес тебе жертву. А Бог напоминает, ты принес жертву. Если брат на тебе что-то имеет, оставь ее. Иди сначала примирись, потом. Он говорит, что твоя жертва вообще может не сработать, если ты есть непримирение с братом. Братья и сестры, обратите внимание, если брат твой имеет что-то на тебя, это, понимаете, это даже не ты обидел его. То есть, не он тебя обидел, а ты его обидел. Ты его обидел, принес дар, и тут вспомнил. Слово Божие говорит, оставь. Он говорит, положи, оставь жертву, пойди примирись. Начинаем служение. Мы пришли все с домом молитвы. Мы чем жертвуем? Мы пожертвовали временем. Мы жертвуем, может, средствами. Мы жертвуем, может, детей оставляем там или кого-то. Но приходим на служение. Это та же самая жертва. И вот сегодня Слово Божие говорит нам, оставь эту жертву. Если ты вспомнишь, что брат брата обидел, иди примирись, эта жертва будет неугодная. Не начинай даже служение. Ты знаешь, что он на тебя имеет, брат или сестра. Не начинай это служение. Понимаете, прощение больше, чем жертва. Жертва. Это нас учит сейчас. Слово мы прочитали. Жертва может привести к прощению. Но прощение означает больше, чем жертва. И Богу она угодна. Вот это прощение. Потому что нам это очень важно понять сегодня. Потому что мы все с вами приносим жертву Господу. Жертву хвалы. Жертву пения. Жертву прославления. Молитвы. Это все жертва. Он говорит, не будет услышано. Оставь. Иди, примирись. А чтобы было прощение, еще можно привести один прекрасный пример, который записан в Матфея, 18 главе, с 23 стиха. Мы читаем там тоже такие слова. Христос оставил такой пример для нас. Но давайте мы его не будем читать, а мы его все знаем. Знаете, когда один человек, государь, занял много денег одному, 10 тысяч талантов, к примеру, да, как написано. Ну и возвратилось время прийти и требовать долг. Отдай этот долг, говорит. Ну что делать тому, кто занял? У него нет, он не сможет. Он говорит, продать жену, продать детей, дом, все, но чтобы ты вернул. Тот упал, плачет на коленях. Он говорит, потерпи еще на мне, прости. Подумал государь, ну ладно, смелый, умилосердился, помиловал его, говорит, все, ничего не имеешь. Даже долг не надо отдавать, иди. Что он сделал? Обрадовался, всех обнял. Нет, он пошел, нашел одного, который должен ему там 10 долларов или 100 долларов. Взял его, душит, отдай. Сейчас же отдай. Тот не мог, он его в темницу, в тюрьму посажу. И вот доложили этому государю, да, вот это вот, что случилось. Позвал его государь и говорит, слушай, не надлежало ли тебе простить? Я-то тебе простил. Вот Бог сегодня нам говорит, брат и сестра, я тебе простил все твои грехи, а ты имеешь на кого-то. Ты имеешь на кого-то и обижаешься. Вот смотрите, 35 стих, который написан в этой главе, 18. Господь сказал с 34-го, «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Отдал истязателям. Посадил в тюрьму. Вы знаете, истязателям, если вот привести, это душа всю жизнь будет истязаться. Он не мог отдать этого, он и не сможет отдать до конца своей жизни этого долга. Ему было прощено, а теперь он не простил малейшую обиду. И смотрите, меняет, что Господь говорит. «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Братья и сестры. Это что, шутка? Христос пошутил или напугал вас? Ну, если не отдадите, вот с вами Отец так поступит. У Господа нет шуток, у Бога нет такого, что если Он сказал, оно не исполнится. Я хочу сегодня, чтобы мы обратили особое внимание на эти слова. «Если и мы, так и Отец небесный поступит с нами, если мы не простим». Ну что, тяжело простить? Тяжело. Тяжело простить. Знаете, кто повержен обидою, вот он находится как в темнице. Кто не простил брату своему, мне кажется, вот мы читали, душа его, она как в темнице, мучается. Он ничего не может сделать. Ему, ну вот, гордость не дает такого положения или момента подойти там попросить прощения. И вот кто повержен этой обидой, тот понимает, о чем тут написано, о чем мы говорим. Есть такие, ну, в нашей церкви даже 90%. Я вчера был на одном общении, ну, и как-то мы задели эту тему. Я говорю, ну, мне кажется, ну, в каждой церкви 90% есть обиженных людей. Один брат сказал, ну, не, скажи, 100%. Это обида, скажи, в каждом сидит. И мы боимся признаться и чтобы попросить прощения. 100% в каждом есть. Но просто одни это внутри держат и мучаются. И потом, знаете, когда держат эту обиду внутри, она потом перерастает в непрощение. Он уже не может простить, он не может подойти. Можно было сразу подойти, когда обиделся и сказать. Но, а когда уже мучаешься день, два, месяц, год, она перерастает в непрощение. Уже все, не подойду. Уже все, ничего не скажу. Вот это и есть темница, та, которая находится, душа человека, которая тебя держит и которой ты мучаешься. Знаете, в Евреям 12 главе 14 стихом есть написаны такие слова. Старайтесь иметь мир и святость. А, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которого никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, братья и сестры, и не осквернил, не осквернил, и чтобы причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Братья и сестры, старайтесь иметь мир. Что это такое мир? Оставьте обиду. Не ссорьтесь. Без этого мы не увидим Господа. Как можно увидеть Господа? Это надо примириться. Это Он говорит о том, этом горьком корне, который проник в наше сердце. Да это же есть та обида. Оставь эту обиду. Примирись. Представьте, Писание говорит, ты не можешь, ты можешь потерять благодать. Мы прочитали. Если вот этот корень в нашем сердце возник, мы можем потерять благодать. Мы можем лишиться неба, мы можем лишиться Господа Иисуса Христа, зная Библию, всю от корки до корки, молясь в церкви, жертвуя деньги. Другие, много делать может быть добра, но на одного брата или сестру не прощать, не простить. Писание говорит, так поступит и отец с вами. И это же мы говорим об этой же обиде. Подумайте, этот горький корень держит нас. Он держит тебя, держит меня, если мы не простили. Он может осквернить и других, написано. Это работа дьявола. Когда Петр сегодня напоминал, что делает дьявол, вы, его задача, чтобы насадить вот эти семена в твое сердце, получил вот это семя, кто-то что-то сказал, раз его в сердце положил, ох, меня так тяжело, меня обидели, меня оскорбили, убили. Братья и сестры, вот это семя, если ты его сразу не искоренишь, оно будет разрастаться. Оно тебя может погубить, этот корень, испортить твою жизнь. Сначала качество твоей жизни, ну а вообще, в конце концов, рай может лишить тебя жизни вечной. Вот это одно слово, то есть одна, вот такой грех, обида. Я не знаю, вот мы жили в Казахстане, там наши родители, у нас рядом церковь была, я еще маленький был, мне рассказали вот такой случай, я помню до сих пор его. Раньше за слово Божие садили в тюрьмы. Вот брат, хороший брат или пастырь, декона, они проповедовали слово Божие, это был совет церквей. И они не боялись идти в тюрьмы, они были открыты сердцем, они за слово Божие могли отдать жизнь, положить в тюрьме ее, лишить семью детей, но за слово Божие они страдали. И они такие были горячие люди. И вот про одного брата рассказывали. Он попал в эти лишения свободы за слово Божие, за него молились, его семье помогали. Но он такой дружный действительно был. Прошло там 5-10 лет, его освободили, он вернулся, он стал опять трудиться, он стал проповедовать, он стал свидетельствовать о Боге, что сделал Бог с ним, как он его провел. Жизнь стекла, он был благословенным братом. Но получилось так, что когда делил он с соседом землю, один метр земли у него отобрали. Этот брат, сосед его, вы знаете какой скандал был? Вы знаете какая ссора, какая обида была? Это мое, нет это не твое. Их вызвали уже на братский совет. Братья в церкви говорили, брат, ты не прав, отдай, прости. Не обижайся на того брата, что тебе это? До конца своей жизни, вот сколько еще жил, он не примирился с этим братом. И вот когда он умирал на отдоре смертном, в больнице, врачи позвали родных, близких, говорят, он сейчас умрет, побудьте с ним. И вот они пришли, и он в этом смертном ряду говорит, откройте врата, откройте двери, я не могу войти туда. Откройте, доктор говорит, ну откройте двери, может ему легче станет. Но родные и близкие знали, что он сейчас пристал перед Богом, и ворота закрыты в рай. Он так и не примирился. И мы с вами говорили, что он может лишиться, мы можем лишиться этой благодати, мы можем лишиться спасения, из-за одной только обиды на брата и непрощения. Братья и сестры, слово Божие говорит, мы читаем, чистые сердцем Бога узрят. Вы слышали или вы читали это место? Чистые сердцем, без обиды, без одной обиды, чистыми сердцем. Вот тут мы прочитали апостол Павел Ивреем, говорит, горький корень, какой возникнет в сердце. То есть сердце уже не чистое, если возник какой-то горень, корень в сердце, горький, обида. Берем одну обиду, уже сердце не чистое. И он говорит, ты уже не увидишь Господа, не узришь, не в вечности. Даже здесь мы вот сейчас живем, если обида, да? Мы можем Господа даже здесь не зрить. А ведь верующие люди, христиане с чистым сердцем, они видят Господа каждый день, видят Божьи дела каждый день, видят волю Божью каждый день. Верующие, которые не чистые сердцем, они видят эту благодать, спасение и хвалят Бога, прославляют. А у того, у кого корень в сердце, обида, он уже не видит эту волю Божью. Он думает только о том, почему так со мной произошло, почему так со мной поступили. Он не видит Божьи дела в своей жизни. Он не может так прославлять, потому что у него внутри горький корень. Если еще в обиде, то, что удивительно, она действительно вот как сорняк. Когда это семечко попало в сердце, оно пускает корень и очень быстро разрастается. Ну, вы знаете, если кто был или огород сорняк. Быстро-быстро разрастается. Вот, может, заметили, кто обижался когда-то, обида начинается с чего? С одного. Она начинается с одного. И быстро накапливается, накапливается, и ее просто начинает, и просто начинает эта обида притягивать другие обиды. Раз тот обидел, смотрит тот рядом, еще обидели меня. Потом все вместе они обидели. Обидели. Все меня обижают. Что они думают? Что они все меня обижают? Что они думают на мне? Что они хотят от меня? Потому что обида проникает внутрь нас, оскверняет и распространяется все больше и больше. И она начинает влиять на нас, братья и сестры. Самое главное, она формирует нас, вот эта обида. Начинает формировать как личность. Вот обида притягивает обиду, ты сеешь обиду, пожинаешь обиду, она распространяется и поглощает тебя. И обида со временем будет формировать твою жизнь, если ты ей позволишь. Знаете, каким образом? Ты через обиду начинаешь смотреть. Начинаешь смотреть, через обиду общаться. То есть, ты уже начинаешь выбирать круг друзей. Вот, например, если меня брат обидел, я смотрю в том обществе, но я туда уже не пойду. Я буду искать другое общество. Тот злодей меня обидел, что я там буду с ним быть? Ты смотришь уже через обиды, общаешься через обиды. Обида формирует, как ты будешь мыслить, как ты будешь слушать. Если я тебя увидел, например, вот сегодня я вышел за кафедру, а ты думаешь, ну конечно, вышел. Обидел меня и вышел и говорит. Она уже будет формировать, кого слушать, кого не слушать. Куда идти, где оставаться. Она формирует твою личность. Проповедь. Брат любой выходит, если он обидел кого-то, тот брат не воспримет. Любой певец, любой, кто стих рассказывает. Братья и сестры, вот эта вот обида, она формирует нашу жизнь. Обида это событие, которое произошло, но обидеться, братья и сестры, это решение. Это наше решение. Меня обидели, да? Вот я сейчас думаю, ну сейчас обидится или нет. Вот это вот решение ты, если примешь, не обидится. Все. Ты освободился. Твоя душа чистая. Сердце чистое. Ты принял решение. Но если же ты пустил вот это семя в корень, в свое сердце, и оно начинает разрастаться, братья и сестры, это, это все. Это катастрофа, можно сказать. Лучше принять решение не обижаться. Не позволяйте этой обиде укорениться в нас, в себе, в мене, в вас, если это семя попадает. Другая часть, братья и сестры, мы сейчас с вами немножко поговорим. Я много тут записал о прощении. Ну как? Прощение – это Божий промысел. Прощение – это Божия воля. Мы все это знаем, мы все это читаем, мы слушаем с кафедры. Если ты прощаешь, то ты исполняешь Божью волю. Ты делаешь то, что сказал делать Господь через Слово Своё. Вот Бог все сделал для того, чтобы простить, да? Для того, чтобы простить нас с вами. Мы читаем, что Он отдал Сына Своего Единородного. Но если знаете, Светского Завета, брать, читать Библию, то просто удивляешься любви Божьей. Насколько Бог любил людей, взять вот еврейский народ, израильский, как Он вывел их из рабства, как Он их кормил. Они 40 лет ходили по этой пустыне. Он их одевал, от солнца охранял, ночью свет давал. Ну вот 40 лет. Потом они вошли в обетованную землю. Братья и сестры, ну, казалось, видели чудеса Божьи, руку Божью. И что случилось потом? Хорошо стало. Начали поклоняться чужим богам. Амарейским, Астаркам, Ваалу. Братья и сестры, ну, мне кажется, если по-человечески вот так смотреть, кажется, ну, что это за Бог? Благословлял, всё давал, все дары, все благословения, а тот раз уходят от Бога. Ну, все основания было у Бога обидеться на них и уничтожить их. Я вам всё посвятил. Сколько лет-то вы взяли вот так. Ну, смотрите, вообще Бог не обиделся, вообще. Вообще в Божьей природе нет обиды. У Него нет обиды. Это вообще не Божие качества. Вот возьмите Иисуса Христа. Мы читаем и знаем, как его, вот над ним и зверски убили его. Вот собрался Эдрион и говорит, он спрашивает, что я вам сделал? За что вы мне хотите убить? Я проповедовал, исцелял, воскрешал, кормил. А вы хотите убить? За что? У них не было ответа. Ну, за что? Ну, а как зверски убили? И вы знаете, вот висит на кресте, и он говорит, прости ему, человек, бы не знает, что творят. Нет обиды. Он не обиделся на них. Он не сказал, какие негодяи, Господи, Божий, посмотри, что они со мной сделали, как они меня ранили, как сердце мое пронзили. У Него не было этого в мыслях даже. У Него в мыслях, знаете, что было? Сострадание, любовь. У Него была милость. И вообще ни капельки обиды не было. Он висит на кресте и просит об этом Господа, прости ему. Но нас обидели, да. Мы схватились за сердце, но это нас не убили. Мы этот грех, эту обиду, можем сейчас отказаться от нее. Мы можем принять решение не обидеться, чтобы было чистое сердце, чтобы мы видели волю Божию, исполняли ее. Вы знаете, что все обетования Божии, все благословения Божии, они будут работать, если мы научимся прощать. В нашей жизни, если мы будем прощать, вот это все благословения, вот эта воля Божия, обетование Божие, они будут работать, если мы научимся прощать. Беда в том, что мы не умеем прощать. Гордость не позволяет. Потому что прощение – это главный образ Божий. Главный образ Божий – прощение, да. Просто ты явишь Бога, если станешь прощать. Ты будешь похож на Бога, ты будешь являть образ Божий, подобие Божие здесь, в церкви, здесь, на земле, если будешь прощать. Кому? Кто видит тебя? Кто видит вокруг, здесь, на работе, в школе, ты будешь прощать, ты будешь миловать, становиться меньше, не будешь гордиться, будешь смиряться, не тянуть все на себя. Братья и сестры, если это тебе будет видно, ты будешь являть образ Божий. Давайте усвоим это правило. Он говорит, кто мне свои? Кто мне свои, Господь говорит? Те, кто слушают и исполняют Слово Мое. Слушают и исполняют. А мы знаем, что написано, но не исполняем. Его Слово, братья и сестры, Господа Слово, оно основано на прощении. И надо каждому научиться. А к людям Он говорит, я воздам и мне отомщение. Мы часто вот как верующие, да, хотим, ну, обидели нас, ну, как бы Ему отомстить или воздать? А Господь говорит, я воздам и мне отомщение. Нам надо усвоить, когда что-то происходит, Он говорит, я воздам, не воздавай. Это Слово Божие говорит. Не воздавай, не вздумай мстить, Он говорит, это Мое. Не вздумай мстить брату или сестре, если тебя обидели. Положи это на Меня, это Мое. Я владею судом, мой закон и мой суд, и Я воздам. Вот это давайте запомним одно, если нас обидели, не надо мстить, не надо думать даже об этом. Отдайте это Господу, потому что Слово Божие говорит, это Мое. Бог говорит, я судья. Я законодатель, я мой закон и мой суд, и Я, говорит, воздам. А нам, знаете, что Он сказал? В 5 главе Марка, 44 стихом. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот что Он нам сказал. Он говорит, не обижайтесь. Вы найдете в этом тексте обиду. Напротив, напротив, нет ни капельки обиды. Благословлять, любить, молиться. Здесь нет обиды. Обида это вообще чуждое от христианства, чуждое от Слова Божия. Вообще это весь просто, это дьявольская вещь. Вот Петр говорил про дьявола, рассказывал, как он искушал Христа, искусил первых людей. Вот смотрите, это его ощущение, это его чувство. Он этим постоянно живет и хочет и нас в это впутать, чтобы мы как бы имели вот эту вот обиду. Мы подумали, да, нам кто-то что-то сказал. Тут же и дьявол. Ты смотри, что он говорит. Это же неправда. Ты же не такой, ты же хороший. Вот это его работа. В христианстве никогда никакой обиды нет, братья и сестры. Об этом учит Слово Божие. И Библия вообще учит нас не реагировать на обиды. Когда кто-то, когда что-то происходит, мы через обиды оскверняемся, и через обиды мы теряем статус Господний. Он говорит, будьте сынами света, братья и сестры. Это слова Христа, чтобы мы были сынами света. Когда ты обижаешься, ты уже не сын света. Допустил обиду сердца? Нет в тебе света. Может, ты сын уже тьмы, потому что ты пускаешь в сердце дьявола. Вот смотрите, что говорит Господь. Вот идет сатана, и во мне не имеет места. Вот представьте, не было у Иисуса Христа, в нем не было места дьяволу. Ни одной капельки, ни одной обиды, ничего. Не нашел места дьявол в сердце Христа. Внутри него. И нас слово Христа говорит, чтобы мы не давали места дьяволу. Научиться нам надо. Этому злому корню не давать места проникнуть в сердце нашим. Чтобы мы могли сказать, вот когда вот сатана, а он во мне места не нашел. Ну, я думаю, я не смогу так сказать, и каждый из нас не сможет, потому что знает, какое место мы дали дьяволу в сердце своем. Бог дает нам все благословения, но если ты обиделся, можешь получить, знаете, ну, крошки, малейшие крошки. Лучше не обижаться, потому что обида – это глупость, чисто человеческая даже глупость, взять вот так разобрать. Это чисто человеческая глупость, которая мешает жить и процветать, и увеличивается в духовном знании. Потому что сами себе притягиваем, и еще и рассказали, вот меня обидели, я имею право, потому что меня обидели, я такой униженный, я такой оскорбленный, и получается, мы притянули еще какую-то такую обиду. Знаете, вот эти, есть у обиды ключевые слова. Какие? Я – мне – мое. Я думал, что со мной так поступят. Меня обидели, мне сказали, я ожидал, мне не досталось, я думал, что меня поднимут, а меня оскорбили, оставили и так далее. Вот эти все ключевые слова, которые я – мне – меня. У обиды больше нету других выражений. Знаете, прямой эгоцентризм. В Священном Писании, ну вот этот эгоцентризм в сердце человека не должно быть. И Христос учит нас, чтобы мы не были такими. Библия говорит, «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отвергнуть себя. Вот это я отвергнуть, мое, мне. Отвергни. Возьми крест и следуй за мной. Но если так просят, давайте возьмем, что крест – это вот служение. Господь дал нам каждому служение. В теле Иисуса Христа все трудятся. И у нас в церкви каждый несет свой труд. Ну тебе поручили этот труд. Ну не говори, что я думал, что я потружусь год-два, меня поднимут. Я думал, что меня сделают такое, что мне возблагодарят, воздадут честь, а меня, наоборот, унизили. Я, мне, мое. Братья и сестры, возьми вот этот крест, возьми то служение, которое Бог поручил каждому из нас и служи им. Не ропщи, не высказывай недовольство, не сей эту смуту в других. Ты делай свое дело, а Господь говорит, а я буду за тебя. Я буду вести, руководить тобой. Много обид приходит из чувства несправедливости. Действительно. Нет справедливости. Я думал, что меня поднимут, а меня не подняли. Братья и сестры, по чувству справедливости. Вы знаете, что справедливости вообще нет? Нету. Вы сейчас скажете, есть. Нету ее. Даже в христианстве вообще нету. Нету справедливости. И вы скажете, может, я что-то неправильно говорю. Я говорю правильно, потому что она есть только у Бога. Бог справедливый. Бог решает. У нас нету справедливости. Мы неправильно решаем. Мы неправильно думаем. Мы неправильно судим. И вообще, потому что он, вот Бог, он законодатель. Он говорит, она, Бог говорит, она есть у меня. У него есть. Но у него есть и определенные пути, знаете, к этой справедливости. Он говорит, милость превозносится над судом. Знаете, вот есть законы, да? Справедливость – это суд. Нам, ну, братья и сестры, и нам не надо вот этой справедливости, потому что это суд. Справедливость – это суд. Вот когда были, и вы знаете, что такое на суде происходит. Судья сидит, и вот сейчас он вынесет приговор. А сколько таких было, что приговоры были неправильными? Они были ложными, несправедливыми, и много сидело или находилось в лишении свободы неправильно, ни за что. Мы ходим в справедливости, когда я сделал что-то хорошее, я хочу воздаяния. Когда я смотрю, что кого-то подняли, а меня нет, я тут, тут же хочу справедливости. Другого возвысили, а я сижу, уже 10 лет в церковь хожу. Братья и сестры, я хочу воздаяния, я хочу справедливости, но когда я согрешил, братья и сестры, я не хочу. Я не хочу справедливости. Зачем? Я не хочу воздаяния, ни этой справедливости. Ну, виноват, да, ну, не подумал, наговорил там что-то. Я не хочу воздаяния. Братья и сестры, и не требуйте воздаяния, но милуйте, прощайте. долги. Вот как в молитве отче нас мы просим Божий, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Я знаю одну церковь, слышал по свидетельству, у них начинается утром с отче наш молитвой, вся церковь молится, и каждый говорит, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И в конце служения, два раза они молятся. Я подумал, думаю, как они так могут говорить, и прости, как и я прощаю. Неужели у них никакого горького корня в сердце нет? Неужели они все чистые с сердцем? Знаете, братья и сестры, это как помогает. Действительно, нужно освободиться, нужно оставить это все и вот такой молитвой простить, и прости нам, как и я прощаю в доложнику. Братья и сестры, это жизнь наша. Бог будет прощать нам, как ты прощаешь. Это не шутка, это не обман. Не думайте, что Христос, если это говорил и записал, что это так просто пройдет. И не требуйте справедливости. Должник, это же не только, что финансовый, да, финансовый, да, мы заняли кому-то, но это же и грех, и вот этот самый грех, и вот этот обман, если мы сегодня говорим об обмане. На суде будет один судья, суд будет справедливый, братья и сестры, и каждый узнает, что такое страх. Каждый узнает перед Богом, что такое страх. Не Бога будет бояться, а будет бояться то, что Он сделал. Вы знаете, что суд без милости, не оказавшему милость. Есть такое выражение, суд без милости, не оказавшему милость. Господь может все прости, Господь может помиловать, но последний вопрос будет, а не имеешь ли ты на кого-нибудь обиду? Простил ли ты всем? И вот тут-то ты будешь иметь страх, ты знаешь, что в твоем сердце обидка-то была, и до сих пор она была, непрощенная. Не жди милости, если у тебя есть на кого-то обида, и ты не простил, будь уверен, Бог тебя не простит. Это Его слова. Как ты простил, так и я прощу. Братья и сестры, еще одна мысль об обиде. Знаете, когда ты обиделся, ты хочешь отомстить. Это было даже в детстве, когда у меня были друзья, было такое чувство. Но обидели, думаешь, как бы ему отомстить. Как христианин, ты не можешь мстить явно. Ну, потому что Дух Святой обличит на тебя, или там вышел на парковку, протыкал ему колеса, отомстил. Но Дух Святой, вот он мучает тебя, если ты христианин, просто ты несешь это в себе, ты мучаешься. Но обиженка, это такая вещь, которая связывает тебя с этим человеком, который тебя обидел. Кто тебя обидел? Ты связан уже с ним. Ты не можешь с ним уже разлучаться. И разорвать эту связь ты не можешь, и отомстить не можешь. И ты томишься этой обидой внутри себя. Это томит тебя внутри, вот эта обида. И вот такой человек всегда в решении. Вот меня обидели, к примеру я говорю, да? Я жду, но отомстить не могу, явно. Но когда же Бог его покарает? Когда же Бог его встанет на то, что-то жахнет его там, или кирпич упадет с крыши, когда он будет идти? Ты всегда в ожидании, что отомстит кто-то за тебя. Бог, да? У Бога такого нет. Просто единственное, что ты делаешь, ты просто вот это вот притягиваешь проклятие и вдвойне увеличиваешь свое. Ты ему желаешь вот этого недобра, оно возвращается к тебе, а у тебя вдвойне это возрастает. Ты не можешь от этого избавиться, оно начинает расти. Этим самым ты просто притягиваешь проклятие. И в первую очередь притягивает проклятие на свою жизнь. В твоей жизни становится все плохо. Слово Божие учит больше всего. Храни его, храни сердце свое. Потому что из него источники жизни. Братья и сестры, это слова написаны в Священном Писании. Христос говорит, больше всего храни его, храни сердце. Из него источники жизни. Если твое сердце оскорнено обидой, какой будет источник мне заводить? Ну что за источник? Да плохой, грязный. Он будет всегда говорить в свою сторону. Какие все плохие, как меня обидели и так далее. Гнилые слова будут произноситься. Что угодно. Но осталось немножко времени, мы сейчас будем заканчивать. Братья и сестры, ну как принять решение от обиды, как избавиться? Принять решение, первое, принять решение не обидеться, не обижаться. И вспомните слова, когда Петр подошел к Христу, до скольки раз обижаться, Господи, не до семи ли? До семи, семидесяти раз в день. Это четыреста девяносто раз в день. Ты должен прощаю, прощаю, если четыреста девяносто раз тебя обидели, ты должен прощать и не принять это сердце. Представьте себе, тогда, сейчас, если у нас там двести человек, вы каждый мне скажете двести, мне еще надо двести, чтобы я сказал всем прости, прости, прощаю, прощаю. Откажитесь от этого, от этой обиды. Нам легче станет. Второе, о чем мы говорили, вопрос прощения, прилагайте Божью помощь, без Божьей помощи мы это не сможем сделать. Дух Святой поможет нам. Если мы приняли решение освободиться, мы говорим, Господи, мы не можем сами, помоги, мы не можем это сделать. Полагаться на Бога, что Давид говорит, сердце чистое, сотвори внутри меня, Господи, он обращается к Богу, он сам уже не мог. Вот эту операцию духовную делает Бог, Дух Святой. Сами мы не сможем делать. Еще на что мы обращаем внимание, читать Слово Божье больше, чем другое средство, источник информации. Мы обычно в компьютерах, мы обычно в телефонах. Слово Божье, когда мы держим даже в руки Слово Божье, братья говорили, оно уже питает нас. И вот Слово Божье, как оно сравнивается, как баня водная, оно очищает нас, как мы от мирской вот этой вот нечистоты, когда мы моемся в бане. Так Слово Божье говорит, баню водную возрождает нас. Вот этот весь, вот этот весь вот негатив, он сползает с нас. Вот эта вся нечистота, которая внутри, когда мы читаем Божье Слово, оно освобождает нас, потому что мы читаем его день и ночь. И еще что? Подчинение Божьему Слову. Мы должны подчиняться. Помните, мы говорили, что мы, что нам Господь говорит? За любить врагов, молиться, благословлять, благотворить. Оно учит нас этому, чтобы ты освободился от обидчика, вот это надо, молись за него, благотворяй его, сделай ему, благословляй его. Вот это вот оно поможет. Об этом мы говорили. Обиды и непрощения, они могут быть даже невысказанностей. Я говорил об этом, не говорил об этом, но хотелось сказать времени нет. Если ты видишь, что брат обидел, лучше сразу подойти и поговорить с ним. Не оставляй это на завтра, на послезавтра, на следующее воскресенье. Меня обидел, я лучше в следующее воскресенье поговорю. Нет. Оно перерастет в непрощение. Оно будет распрощено. И последнее, братья и сестры, не ищите справедливости. Ее нет. Она у Бога. Она нам не нужна. Мы неправильно рассудим, неправильно сделаем суд. Она у Бога. Давайте будем помнить, что справедливость у Бога, что нам Господь сказал через слово свое, как нам нужно поступать с обидами, как нам надо избавиться от них. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы сейчас помолимся Ему. Боже наш, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, Сына Твоего, которого Ты послал в этот мир, который умер за нас, грешников. Мы должны быть, предстать перед судом Твоим. За наши грехи мы должны быть распяты, но, Господь, Ты взял на Себя все это, и Ты любовью своей доказал, чтобы показал, как надо любить, Господи. Ты показал нам, как надо жить, учишь нас, как нам надо поступать друг к другу через слово свое. Мы, Господи, просим, чтобы Ты благословил каждого из нас, благословил меня, Господи, чтобы я запомнил эти слова, которые мы сегодня о чем говорили, о чем Ты напоминал через слово свое, чтобы я мог, Господи, использовать их в жизни своей, чтобы я имел эти благословения, которые Ты обещаешь, если я буду иметь сердце чистое, если какой корень, чтобы не возник в мне, не причинил мне обиду, горесть, не осквернил меня, Господи, помоги мне избавляться от этого, помоги мне помнить, что Ты предупреждаешь, что будет, если я обижусь. Благослови, Господи, каждого из нас, и пошли нам в церковь, любовь, мир, единство, чтобы мы любили друг друга, Господи, чтобы мы молились за друг друга, благословляли, благотворили, Господи, друг друга, помоги нам иметь эти качества, эти чувства, благослови нас, Господи, благослови остаток этого дня, и за все пусть Тебе льется честь, слава и поклонение наш Бог, аминь. Слава Богу за служение сегодняшнее. Сейчас у нас будет сбор добровольных приоритетований, и во время пения мы будем в этом участвовать. Приглашаем братьев Ашеров. Ладыка неба и земли, мы благодарим Тебя за сегодняшнее их услужение, за те напоминания, и какими мы должны быть предлечим Твоим, особенно прощать, как Ты простил каждому из нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Судья, и все переживания, скорби мы возносим только к Тебе. Мы просим, чтобы Ты разделил наш разум спокойством, миром и любовью по отношению друг к другу. Благослови нашу церковь, особенно откуда мы можем питаться, и поддерживай те руки, которые возлюбили истину Твою, как словесное молоко. Благослови каждую руку, которая жертвует во имя, во славу Твою, и будь прославлен через каждого присутствующего на всем месте. Наш добрый пастор, Отец, мыслови. Аминь. Пастор, Отец, мыслови. Достоин Господь всего. Встает заря, новый день приходит, Творение все поет хвалу За то, что вижу я красоту и прелесть дня. Тебе, Творец, я снова песнь пою. Поспевай, моя душа моя, Господа своего. Расслабляя душа моя, достоин Господь всего. Ты Бог любви, Твое имя славно. Ты справедлив, милосерд ко мне. Тебя хвалить я буду бесконечно. Есть тысячи причин, чтоб петь Тебе. Воспевай, моя душа моя, Господа своего. Расслабляя душа моя, достоин Господь всего. Настанет день, силы ослабеют. Придет конец моей жизни здесь. Душа Тебе будет петь, как прежде. Воспевай, моя душа моя, Господа своего. Расслабляя душа моя, достоин Господь всего. 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 Слава Богу за чудесное общение, за богослужение, которое мы имели, за все те слова, которые сам Бог через Духа Святого, через братьев, напоминал каждому из нас. И перед тем, как мы будем молиться, я хочу сделать несколько объявлений. В первую очередь, вечером сегодня у нас молодежное богослужение, и молодежь приглашает всех вас присоединиться к ним, для того, чтобы еще вновь можно было прославить Господа вечером сегодня. В следующее воскресенье, как вы уже знаете, мы будем праздновать праздник Жатвы. И кто бы хотел принять какое-то участие, с тиховым пением, пожалуйста, подойдите к брату Иосифу, дайте знать заранее, чем вы можете поучаствовать, как вы можете прославить Господа, чтобы можно было составить программу. Сестры, чем вы можете поучаствовать, допустим, на кухне вы можете подойти к сестре Оксане и сказать, как вы можете быть полезны. И чтобы мы вместе могли после утреннего богослужения иметь обед всей церковью вместе. Так что, пожалуйста, помните о этом, и давайте отнесемся к этому серьезно. В следующее воскресенье мы будем иметь одно богослужение, оно будет немножко дольше, чем всегда, и таким образом у нас будет праздник, и после праздника останемся отпраздновать за столами, вместе будем иметь обед. Сразу после утреннего богослужения сейчас мы соберемся с нашими крещаемыми для следующего урока. Помните то, что они у нас есть, у нас на данный момент 13 человек, давайте будем поддерживать их в молитве для того, чтобы Господь помог им устоять до конца, чтобы у них не было никаких сомнений, чтобы в свое время они могли заключить с Богом завет. Братья, совет завтра вечером в 7.30, пожалуйста, помните, и давайте соберемся все вместе для того, чтобы решить те вопросы, которые у нас есть. А сейчас время для того, чтобы передать приветы. Если кто имеет для нашей церкви приветы, пожалуйста. И они издавали всей нашей церкви. Я вам очень благодарна и благодарна. И сам Господь вас даст. Слава Богу, спасибо за этот привет. Есть еще приветы? За этот привет давайте все скажем сердечно благодарим. И кто где будет просим от нашей церкви передавать сердечный привет просим. Перед нашей молитвой есть еще некоторые молитвенные нужды. Дорогая церковь, прошу помолиться о здоровье дочери Элины. Мы будем молиться за здоровье дочери Элины. Так само вы знаете то, что среди нас нету Влада. Он имел операцию. Будем молиться, чтобы Господь полностью дал ему оздоровление. И так само за сестру Милу будем продолжать, чтобы Господь дал полное оздоровление, чтобы мы могли ее видеть среди нас здесь в церкви. Давайте склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это чудесное общение, которое мы имели здесь в Доме Твоем. Мы благодарны Тебе за то, что Господь по Своей любви и по Твоей милости, Господь, мы можем здесь собираться. Господь, я благодарю Тебя за сегодняшние проповеди, за сегодняшние слова, которые мы слышали. Я прошу Тебя, чтобы Ты через Духа Святого в каждом из нас работал. Чтобы Ты нас менял, Господь, чтобы мы были больше похожи на Тебя. Господь, я благодарю Тебя за то, что мы как одна церковь. Мы хотим, чтобы мы были, Господь, угодны Тебе. И мы просим, Господь, Тебя, чтобы Ты мог использовать нас для созидания церкви Твоей. Для того, чтобы, Господь, мы вместе могли любить друг друга. Вместе, Господь, могли любить Тебя всем нашим сердцем, всем, что у нас есть. Господь, я прошу Тебя, совершай свою работу в наших сердцах. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил вечернее богослужение. Если угодно воле Твоей, прошу Тебя, помоги собраться вновь здесь, на этом месте и славить великое имя Твое вместе с нашим молодежью. Господь, помоги нам не быть безразличными к тому, чтобы не приходить в Дом Твой. Отец, я прошу Тебя за каждого, кто сегодня не с нами. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты посетил Духом Святым. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты дал исцеление. Господь, и как просим Тебя за Элину, за Влада, за сестру Милу, Господь, Ты дай им полное оздоровление, чтобы, Господь, они... Так само, Господь, вместе могли радоваться. Славя великое имя Твое здесь, на этом месте. Бог, я прошу Тебя, распусти нас с миром сейчас. Благослови нас на остатки этого дня. Прошу Тебя благословить урок, который будет проходить с крещаемыми. Господь, Ты особо работай, особо, Господь, будь поддержкой для этих братьев и сестер. Пусти имя Твое будет прославлено и возвеличено. Мы просим во имя Иисуса Христа. А благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми вами. Аминь. С миром Божьим приветствую друг друга. Аминь. 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 Продолжение следует...